МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости Альмитинска в студии Эдуард Прокопьев. В начале выпуска важная информация. Реабилитационный центр «Добрые руки плюс» предоставляет широкий спектр услуг в области неврологии, остеопатии и проблем опорно-двигательного аппарата для детей и взрослых. Сегодня в программе. Ключи от новой жизни. 32 альмитинские семьи отметили новоселье. Давно мечтал о новой квартире. Едва не сбил пешеходов. Житель набережных Челнов задержан в Альмитинске за пьяную езду. Вы выпивали перед тем, как сесть за руль? Перед тем никогда. Необычная игра для необычных детей. Турнир по бочи прошел в Центре детско-инушеского творчества. Пританцовывал ногами, когда первый мяч уже был ближе к белому. В 32 новые квартиры переселились альмитинцы, жилье которых признано аварийным. В новом доме по улице Рената Галеева, 31 в микрорайоне Алсу, созданы все условия для комфортного проживания. Ключи от квартиры новоселом вручил заместитель премьер-министра республики Татарстан Василь Шайхразиев. Сегодня молодая семья Устюжаниных меняет не только дом, но и населенный пункт. Из села Русский Акташ они переезжают в Альмитинск. Как и для всех переселенцев из аварийного жилья, новоселью они безумно рады. В прежней квартире условия оставляли желать лучшего. Отопление, холодно зимой, канализация, условия минимальная, вода на улице, туалет на улице. Будем надеяться, что здесь получше будет. Строительство дома номер 31 по улице Галеева было начато в феврале 2016 года. Дом десятиэтажный, в нем 374 квартиры. Заселение проводится в рамках республиканской адресной программы по переселению граждан из аварийного жилого фонда на 2013-2017 годы. Всего до конца года в Альмитинском районе по программе переселения включают квартиры, получат 54 семьи. Каждая семья должна иметь отдельную квартиру. И для этого в республике, конечно, работает очень много программ. Если посмотреть 2016 и 2015 года, мы ежегодно сдаем 2 миллиона 400 тысяч квадратных метров жилья. И 2017 год не исключение. Каждый муниципалитет по разным направлениям старается войти в эти программы, построить жилье и вручить их своим жителям. После торжественного митинга вручение долгожданных ключей. Квартир новоселы еще не видели, поэтому, получив ключи, все пошли познакомиться с новым домом. Честь открыть дверь квартиры в семье Устюжаниных решили предоставить самому маленькому, сыну Макару. Вошли, и глаза у новых хозяев загорелись. Денис и Маргарита сразу начали планировать, куда поставят мебель. А Макар уже подбирает место для своих игрушек. Соседкой по этажу молодой семьи стала Гульсера Гореева. Раньше она жила в доме по улице Белоглазова, 109. Передать радость от переселения в новое жилье женщина без слез не может. Говорит, что теперь у нее есть возможность встречать сына и внука в уютной квартире. Давно мечтала новую квартиру, до пенсии вышла, до пенсии может есть или не будет квартира. За это я думала, дай бог дала квартиру, новую квартиру. Все квартиры сданы под ключ. Отделка чистовая, есть плита, радиаторы, отопление индивидуальное. Уже поданы вода и газ. Благоустроена и придомовая территория. Во дворе нового дома уже и спортивная, и детская площадка. Где есть качели, песочница и беседка для отдыха. Теперь свое свободное время семья Устюжаниных может проводить здесь, со своим сыном Акаром. Зарина Нурулина, Эдуард Прокопьев, Альметьевск ТВ. К происшествиям в Альметьевском районе на Кульшариповском кольце перевернулась фура Скания, перевозившая поросят. Это случилось в ночь 12 на 13 октября. По информации госавтоинспекции, водитель не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и опрокинул грузовик на обочину встречного направления. Машина перевозила 180 голов поросят из республики Башкортостан в Тверскую область. На них имеется ветеринарное свидетельство от 12 октября, выданное Чешминской районной ветеринарной станцией Башкортостана. Часть животных погибла. Приехал в командировку и попал в отдел ГИБДД. Житель набережных Челнов уже собирался покинуть нефтяную столицу, как его остановил экипаж ДПС. Нам удалось выяснить, в чём провинился автолюбитель. До щелчка дуем. Для силы нет. Ладно, давай, давай. И всё же, собрав волю в кулак, мужчина дует в трубку. Алкотектор показывает, он действительно сел пьяным за руль. Но это уже после того, как мужчину задержали автоинспекторы. По их словам, несколькими минутами ранее пьяный водитель едва не сбил переходящих улицу пешеходов. В своих показаниях автолюбитель путался. Сначала он заявил, что не употреблял алкоголь. Вы выпивали перед тем, как сесть за руль? Перед тем никогда. А уже спустя несколько секунд признался, что всё-таки выпил перед поездкой. И я за рулём всегда никогда не пью. Ну и получилось сегодня только один день. То есть вы признаёте, что выпили за рулём? Я не спорю, но это как бесспорно вопросно. Дядя Миша, как представил себя сам Лихач, рассказал, что он из набережных Челнов. В Альметьевск приехал в свети с командировкой и уже собирался уезжать, но не получилось. Его Тойоту увозит эвакуатор. Хозяина доставят в отдел ГИБДД. Он пополнит число задержанных за пьяную езду водителей. За 9 месяцев 2017 года на территории Альметьевского района пресечено 556 фактов управления транспортными средствами в нетрезвом состоянии. Зарегистрировано 77 преступлений. Это за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. По вине пьяных водителей за это время произошло 15 дорожно-транспортных происшествий, в которых 4 человека погибло и 17 пострадали. Эдуард Прокопьев, Альберт Батюни, Альметьевск ТВ Продолжается строительство подземной парковки возле здания Татнефти. Поэтому 14 октября с 9 до 16 часов будет перекрыто движение по улице Ленина на участке от улицы Заслонного до улицы Морджани. И еще одна информация. Для водителей с сегодняшнего дня дорожные движения на перекрестке улиц Чехова-Ленина регулируются светофором. Его включили в 15 часов. Знак поворот только направо с улицы Чехова на улицы Ленина демонтирован. Как построена работа в современных библиотеках и какие преображения ожидают их в скором будущем? Об этом узнали журналисты в ходе пресс-тура. В Альметьевском районе библиотеки объединены в единую централизованную систему. Она состоит из 54 библиотек, 41 из которых расположена в сельской местности. Полина Сураева расскажет подробности. Даже век информационных технологий, электроники и библиотеки остаются важной составляющей городской среды. Книга всегда была источником знаний, остается им и сегодня. А куда же пойти за книгой, как не в библиотеку? Тем более, что библиотеки идут в ногу со временем и стараются внедрять в свою работу современные технологии. По словам руководителя Альметьевской централизованной библиотечной системы Натальи Дугаевой, Благодаря программе 2014 года по поддержке библиотечной системы в Альметьевском районе закуплено 120 компьютеров и другая оргтехника. Кроме того, практически во всех библиотеках района есть интернет. А в центральной городской библиотеке имени Сашиды Сулеймановой в ближайшем будущем будет внедрена AirFit технология. «Грант, он, собственно говоря, уникальный. Почему? Потому что ни в одной публичной библиотеке AirFit еще не установлены. Вот совсем недавно мы изучали опыт Южной Кореи. И, знаете, AirFit – это считывающие устройства. Они помогают облегчить процесс выдачи и передачи книг». «Нефтеград» – первый, кто начнет работу с AirFit-системой. Внедряться она будет ближе к началу следующего года. Сегодня на каждую городскую библиотеку приходится 4,5 тысячи читателей. На сельскую – 700 человек. Для удобства населения вводятся и используются новые системы и технологии. Одна из них – электронная библиотечная система. То есть библиотеки Альмитиска стараются сотрудничать с издательствами, у которых есть электронные библиотечные системы. «Система очень хорошие отзывы имеет. До сих пор к нам люди приходят и спрашивают, когда же мы наконец снова будем работать с этой системой. Но система тоже платная. Стоит она 69 тысяч рублей в год. То есть тоже для нас это проблема». Каждый год библиотечная система пополняется примерно на 10 тысяч экземпляров книг. Основными источниками пополнения служит издательство «Таткнига-издат» Национальная библиотека. Средства на пополнение фондов выделяют местный бюджет, есть и федеральное субсидирование. Правда, сейчас финансирование библиотек небольшое, поэтому на полках реже появляются детская литература и периодические издания. «Мы стараемся изучать спрос. Отдел комплектования у нас непосредственно этим занят. Спрос читательский, поэтому покупаем или работаем с издательствами напрямую. В общем, и как-то стараемся покупать самую нужную, востребованную литературу». Также Наталья Дугаева отметила, что Альметьевск растет, появляются новые микрорайоны. В них не мешало бы открыть библиотеки. О своей работе рассказали и другие филиалы центральной библиотеки, которые журналисты посетили во время пресс-тура. В общей сложности представители средств массовой информации побывали в пяти городских библиотеках. Путь к здоровью стал еще короче. Теперь сделать прививку от гриппа можно в мобильных пунктах вакцинации. 14 и 15 октября медики будут ждать всех желающих сделать прививку от гриппа в торговых центрах «Панорама» и «Мактама-парк». Бригады вакцинации будут работать с 10 до 16 часов. Прививка против гриппа не займет много времени. При себе необходимо иметь паспорт и полис обязательного медицинского страхования. Для вакцинации используются вакцины нового поколения, сочетающие в себе высокую эффективность и наличие повышенного профиля безопасности, уверяют специалисты. О пенсионерам, о правилах безопасности на дорогах напомнили дети. В Альмитиске завершилась декада, посвященная Дню пожилого человека. Одно из финальных мероприятий прошло в центре «Ветеран». Там воспитанники детских садов показали концерт «Мои года не беда». Своей энергией дошкалята зарядили зал и подарили пожилым людям положительные эмоции. Они пели песни, частушки, читали стихи, танцевали, играли на музыкальных инструментах. Программа была подготовлена силами восьми детских садов города. В организации концерта также приняли участие сотрудники отдела ГИБДД и территориального управления безопасность дорожного движения. Пожилым людям они напомнили об основных правилах поведения на дороге и об осторожности. Перед началом концерта выступил инспектор ГИБДД Михеев Артем Леонидович. Он ознакомился со статистикой дорожно-транспортного травматизма в нашем муниципальном районе, рассказал об особенностях именно пожилых людей на дороге и озвучил необходимость использования свето-возвращающих элементов в темное время суток. После выступления дети вручили зрителям светоотражающие элементы, а также цветы из бумаги, которые сделали сами. В игру на точность сыграли альметьевские дети с ограниченными возможностями здоровья. Сегодня в Нефтеграде вновь состоялся турнир по бочи. Участие в нем приняли более 20 детей от 7 до 14 лет. Соревнования состоялись в Центре детско-юношеского творчества. Правильный угол и бросок. Главное в этой игре попасть цветным мечом как можно ближе к стартовому белому. Кажется, что все довольно просто, но для детей с ограниченными возможностями здоровья каждый бросок – это преодоление трудностей. Этим видом спорта Марья Мгебадульна занимает уже третий год. За это время она не пропустила ни одного городского турнира по бочи. Для нее бочи – это возможность продемонстрировать свои силы и показать, что спорт доступен каждому. Игра мне это очень нравится. Во-первых, тренер очень хороший. Тренер этот у меня не только по бочи, но и по плаванию. Играла девочка стабильно. На площадку Марья Магебадульна выходила не один раз. Во время второй игры она обыграла соперницу со счетом 2-1. Соперница была очень сильная, но вторая уже, как я ее хорошо знаю, знаю, как она уже играет, мне как-то легче уже. Я, конечно, расстроилась на первом этапе с первой соперницей, но потом как-то собралась, пританцовывала ногами, когда первый мяч уже был ближе к белому. Правила игры простые и понятны даже самым маленьким спортсменам. Жребие определяет игрока, который бросит стартовый белый мяч. Спортсмены говорят, что обладать этим мячом – большое преимущество. Победители в игре определяют судьи, начисляя очки. Полина Сураева, Альберт Батюня, Альмедиск ТВ. У участников фотоконкурса «Здравствуй, школа!» остается всего несколько дней, чтобы опередить соперников и вырваться вперед. Онлайн-голосование проходит на сайте телекомпании. Заходите, знакомьтесь с конкурсантами, поддерживайте их своими голосами. Все подробности на сайте телекомпании и в группе ВКонтакте. Партнеры конкурса – Центр молодежного инновационного творчества «Имидж» и магазин «Констовары». «Имидж» – это проектная деятельность, робототехника, 3D-моделирование, 2D-дизайн, школа телевидения, ментальная арифметика, лего-роботы, мастер-классы для школьников, студентов и взрослых. Подробности в группе ВКонтакте и на сайте. Центр находится на территории 11-й школы, вход со стороны парка Шамсинур. «Констовары» для школы и офиса по низким ценам в торговом центре «Мактама-парк». В наличии гелевые шары от 25 рублей, услуги копирования от 5 рублей. Торговый центр «Мактама-парк» – второй этаж. В завершении выпуска прогноз погоды. В субботу в Альметьевске будет облачно, без осадков. Температура воздуха ночью 7 градусов и днем 12. Атмосферное давление составит 748 мм ртутного столба. В воскресенье в нефтяной район вернется дождь. Температура воздуха ночью 8 градусов, днем 11. Атмосферное давление 744 мм ртутного столба. И важная информация о завершении выпуска. Широкий спектр услуг в области неврологии, остеопатии и проблем опорно-двигательного аппарата для детей и взрослых предоставляет реабилитационный центр «Добрые руки плюс». Принимаются полисы страховой компании «Чулпан» и «Чулпан-Мед». Специалисты центра ждут вас по адресу город Альметьевск, улица Ленина, 32. Телефон в Альметьевске 40-33-99 и 44-13-99. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. На этом у нас все. Эфир продолжит программа поздравлений от всей души. А я с вами прощаюсь. До новых встреч на нашем канале. Если вас беспокоят постоянные головные боли, хроническая усталость и депрессии, проблемы с опорно-двигательным аппаратом, приходите и мы поможем вам. Принимаются полисы ДМС, СК «Чулпан» и «Чулпан-Мед». Подробная информация и запись по телефонам 40-33-99 и 44-13-99. Количество мест ограничено. КОНЕЦ КОНЕЦ